Уважаемые дамы и господа, в эфире радио Народная Волна. Слушайте вы нашу радиостанцию на частоте 14.30 AM 9.1 FM и наш эфир открывает программа Юрия Гиммельфарба «Свободное мнение». У нас на связи Юлия Гиммельфарб, которая вам представит своего гостя. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, мои дорогие. Я приветствую вас. И больше, чем я поздравляю своего гостя, одна информация. Дело в том, что вечером в июле 16-го года в Баленцевом море произошла авария на АГС, это атомная глубоколодная станция «Лошарик». При этом я подчеркиваю, это не издевательство, это действительно такое название, поскольку конструкция этого подводного аппарата, она напоминает персонажа «Лошарика», который был создан замечательными мультипликаторами Иваном Уфимцевым и Юрием Норштейном в 1971 году. Но дело в том, что действительно там произошла авария, как известно, 14 человек погибло. И вот во всем этом нам поможет разобраться сегодняшний гость, замечательный человек, которого вы знаете, любите, к сожалению, он давно у нас не был в гостях, полковник российской армии Александр Лущенко. Добрый день, Саша. Здравствуйте, друзья. Очень рад вас видеть, слышать. Рад, что вы меня видите, слышите. Ну, что, переходим, как говорится, быка за рога, да? Да, Саша. Что там произошло на этом аппарате? Вторые сутки копаю, рою, звоню, дозваниваюсь, ищу друзей, товарищей, которые какое-то имеют отношение к военно-морскому флоту, особенно к подводному флоту, кое-что удалось получить, кое-какую информацию, я думаю, достаточно свежая, потому что обновлена она, по крайней мере, в моей памяти, буквально 30 минут назад. То, что касается дальнейшей судьбы и самого этого подводного судна, и, значит, то, как поступят с телами моряков, все это я расскажу. Значит, давайте разберемся, что это за судно. Это называется оно, условно, научно-исследовательское судно. Но мы должны понимать, что военные люди в виде научно-исследовательской работы чаще под видом, под научно-исследовательской работы чаще понимают такое понятие, как разведка. То есть добывание средств о местности, о противнике. Как раз изучение всего вот этого. На судне находилось, вот по последним, правда, неподтвержденным, неподтвержденным Министерством обороны данным, 19 человек. Сначала шла речь о 25, сейчас якобы 19. 14 из них погибли. В составе этого экипажа было 7 капитанов первого ранга, кто, может быть, не совсем знаком с этим понятием. Это, я вам скажу, приравнивается к армейскому или сухопутному полковнику. 7 человек. Три капитана второго ранга, остальные капитаны третьего ранга, ну, что приравнивается, соответственно, к подполковнику и к майору. Вот. При этом еще был один гражданский человек, представитель разработчика или конструкторского бюро заказчика, вернее, ну, подрядчика, который готовит военную технику. Он там что-то тоже вместе с ними изучал или контролировал работу этого судна. Судно состоит, правильно, вот, если кто-то помнит советский мультфильм, кто смотрел «Лошарик». Почему «Лошарик»? Это как бы симбиоз лошади с сферическими формами. Там лошадь состояла из таких круглых деталей. Вот она как бы лошадь и как бы состоящая из шариков. Ее назвали «Лошарик». Почему здесь так? Здесь все отсеки этого подводного научно-исследовательского автономного судна или станции, как ее официально называют, АС-31. Сначала прошла информация, что АС-12, сейчас уже проходит как АС-31. Из сферических отсеков. Все отсеки соединены между собой. Я имею в виду прочный корпус. Титановые шары, внутри которых работает экипаж. И находятся все узлы и агрегаты, в том числе ядерный реактор. Реактор всего один. Сверху она покрыта непрочным корпусом. То есть этих шариков как бы не видно, но она состоит из этих шаров, из этих сфер. Там работал вот этот экипаж. Какую задачу они могли выполнять? Значит, она предназначена. Мнение экспертов. Мнение экспертов. Я никакой военной тайны не разглашаю, потому что это мнение экспертов находится в открытом доступе. Она может, двигаясь по... Да, смотрите. Она состыковывается с днищем, с нижней частью. Атомной подводной лодки. Которая доставляет ее в необходимый, в нужный район Мирового океана. Там, где она должна вести эту разведывательную работу. Или научно-исследовательскую, назовем эту работу. Что она умеет? Она является достаточно тихоходной. Это что-то типа, вот знаете, в советские годы был такой луноход, который умел ездить по Луне. Если это, конечно, все было правда. Вот это то же самое. Она передвигается по дну практически на колесах. Вот. Так сказать, перебежками и переползаниями. Скорость ее максимальная. Всего 6 узлов. 6 узлов это порядка 11 километров в час. То есть это не быстроходная подводная лодка с боевой нагрузкой, с ядерными ракетами, которая должна за кем-то охотиться, от кого-то скрываться, кого-то преследовать, от кого-то убегать. Это действительно судно, которое может, или станция, которая может вести научно-исследовательскую или разведывательную деятельность. Что делают? Для чего используется? Она может быть использована для присоски, ну, присасывания, что ли, к подводным кабелям, по которым сейчас масса передается информации, ну, скажем так, вероятного противника. Это и интернет, это просто какие-то телевизионные сигналы, телеметрическая информация. Она присасывается и, снимая с них частоты, расшифровывает это все и выдает разведывательную информацию. Второе, она может патрулировать или двигаться вдоль кабелей российских и смотреть за их исправностью и сохранностью, скажем так, заниматься их защитой. Вот. Находилась она на тот момент в территориальных водах России. То есть условную морскую государственную границу она не пересекала. Скорее всего, находилась, наверное, на марше, в движении к какому-то объекту. И третья цель, учитывая то, что это разведывательная станция, она охотится за так называемыми трофеями военных учений. Мы знаем, что в Баренцевом и Норвежском морях страны НАТО, учитывая то, что это не сильно загруженный судоходством или навигацией регион, страны НАТО проводят довольно часто военно-морские учения. Участвуют практически все страны НАТО, выводят туда сводные силы флота и проводят там стрельбы, используют военно-морскую авиацию для нанесения каких-то ударов. Поэтому, смотрите, авиабомбы, морские ракеты, артиллерийские снаряды, все это падает в море и идет на дно. При помощи различного рода эхолотов, там, может быть, лазерных средств каких-то, может быть, радиочастотных средств, устанавливается местонахождение этих взрывоопасных предметов или предметов, которые находятся, даже осколок или обломок взорвавшейся ракеты уже составляет серьезную разведывательную информацию. А мы знаем, что любые военно-морские учения, наиболее масштабные были, я, насколько помню, вот там в северных широтах, ноябрь, по-моему, ноябрь 2018 года, все это собирается, все это доставляется в соответствующие научно-исследовательские лаборатории, потому что любые учения, повторюсь, это испытания, на любых учениях испытываются новые типы вооружений. Вот ее задача, скорее всего, была что-то там поработать над кабелями, но не в наших территориальных водах, потому что, вернее, не кабели у вероятного противника, потому что в наших территориальных водах они пролегать не могли. Скорее всего, она находилась на марше, в движении туда, в район выполнения этой задачи. Ну и вот произошла авария. Что за авария? Сейчас самая распространенная, самая популярная, если можно так выразиться версия, это разлив водорода. Дело в том, что водород при определенном соотношении с кислородом воздуха, а воздух, естественно, воздухом заполнено все внутреннее пространство этой станции, образует так называемую гремучую смесь. И от любого, не только там искры, которая возникает при коротком замыкании, а даже от любого сильно нагретого предмета может произойти взрыв. Взрыв произошел в аккумуляторной яме. Слово «яма» не пугайтесь, есть на подлодках, есть на вот этих вот автономных подводных аппаратах такое понятие «яма», куда устанавливаются все аккумуляторы, и которые практически питают электричеством всю эту лодку или всю эту станцию. Там произошел взрыв, все это находилось, как объясняют эксперты, она не могла, я разыскал вот офицеров, которые служили на подводных лодках, даже командира атомной подводной лодки, которую вот разыскал здесь даже, можно сказать, не выходя на берег, грубо говоря. Вот. Он говорит, что аккумуляторная яма находиться на центральном посту, центральный пост, это то, откуда командир корабля и старпом руководят всей жизнью. Судно. Надводно, в подводном положении и так далее. Там, где установлено перископное оборудование, все средства связи, то есть пункт управления. Она, по идее, на обычной подводной лодке там не находится. Но учитывая то, что это весьма своеобразная конструкция, тем более вот из этих вот шариков, из этих сфер собранная, вполне могли разместить конструктор, разместить аккумуляторную яму в под центральным пультом. под центральным постом. Вот. Если там произошел взрыв, то те, кто там находился, вот эти 14 человек, естественно, они оказались в зоне объемного пожара, так это называется у специалистов, объемный пожар, успел капитан 2-го ранга Соколов вытолкнуть из этого отсека, гражданского, который с ними вместе там находился. Значит, с учетом быстрого распространения пламени и произошедшим взрывом, они не успели даже воспользоваться вот этими индивидуальными дыхательными приборами. Кто-то успел, кто-то не успел. Кто-то не успел, естественно, погиб первым. Вот. Система пожаротушения, фреоновая, сработала, но, к сожалению, не смогла справиться с таким объемом горения. Они начали использовать при этом обычные, ну, они, скажем, не обычные, а предназначенные для подводных судов огнетушители, но в результате отравления объектами, вернее, продуктами горения 14 человек погибло. Остальные находятся сейчас в госпитале в достаточно тяжелом состоянии, но, являясь свидетелями всего произошедшего, имеют возможность двое в реанимации, а остальные там трое или четверо могут что-то сообщить. И вот такую картину они сообщают следователям, контрразведчикам и так далее. Речь о диверсии или о нападении вероятного противника не идет. Речь идет о технической неисправности, которая привела к разливу водорода. Вот. Что там еще? Саш, вопрос такой. Я знаю, вот мы сегодня сделали ролик по предварительной информации о том, что там произошло, и вот ты сказал такую достаточно интересную вещь о том, что на сайте Минобороны убрали даже кнопку со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Как мне сообщили подписчики, где-то во второй половине дня эту кнопку опять включили. Сейчас что пресс-служба сообщает? Ты знаешь, я даже не с пресс-службой общался, я внимательно прослушал интервью тоже бывшего капитана первого ранга, командира атомной подводной лодки, который является председателем Санкт-Петербургского, откуда, кстати, вот эти вот все моряки союза подводников. Есть у них там такой союз подводников, Санкт-Петербург это морской город, и вот он сегодня рассказывал, что извлечено на данный момент с подводной лодки, а, да, кстати, на сайте Минобороны кнопка появилась, все нормально работает, в большей степени было интересно вот человек, который, во-первых, все это знает изнутри, а во-вторых, этот человек, который на данный момент плотно общается с руководством этой воинской части, находящейся в Петергофе, хотя она жутко засекреченная, но они подводники, понимаешь, у них своя корпорация вот такая, они знают друг друга, тем более этот вот Коперанг, он знал и некоторых из тех, кто погиб там. на данный момент из лодки извлечено всего четыре тела, потому что лодка затоплена водой. Когда произошел пожар, когда шло тушение, было принято решение о всплытии, лодка всплыла, те, кто уцелел, сумели перейти на атомную подводную лодку типа Оренбург, ну, не типа, с названием Оренбург, затем смогли пришвартовать, не пришвартовать, а пристыковать вот эту вот горящую уже к тому времени с потушенным пожаром вот эту научно-исследовательскую станцию, она стыкуется под днище подлодки и организовать ее буксировку в Североморск. Вот. Почему извлечено только четыре тела, хотя уже пошли вторые сутки? Могу объяснить, дело в том, что когда происходит пожар, сальники и прокладки, которые стоят между в тех местах, где какие-то антенны, может быть, винты, валы, перископы выходят на ровну, там устанавливают сальники и прокладки. Ну, кто с техникой более-менее связан был, знает, что это такое, это какие-то полимерные изделия, которые, или резиновые, которые в случае сильной температуры просто выгорают. Поэтому вода начинает поступать внутрь вот этого командного отсека. Она туда поступила, и сейчас этот отсек затоплен. При этом может возникнуть вопрос, ну, затоплен всего один отсек, тут немножко сложнее все. когда открываешь переборку, точнее, дверь этого отсека, вода-то заходит сразу и в другие отсеки, никуда не денешься, она из него переливается сразу, ну, как в сообщающих сосудах. А все погибшие люди, все тела этих людей находятся вот внутри воды. Плюс там нет никакого освещения, все это делается на ощупь, плюс, вы, наверное, в фильме видели про подводников, знаете, насколько там все тесно, и какая там теснота, и в каких условиях, возможно, эти люди расстались с жизнью, в каких позах они там могут находиться, под какими там устройствами различного рода, там жизненное пространство очень маленькое, на подводной лодке, там какие-то коридорчики, лесенки, вот это вот все. Вот там сейчас четыре, это информация буквально получасовой давности о том, что извлечено четыре тела. По захоронению решение пока не принято, но родственники склоняются, учитывая то, что большинство родственников живет в Санкт-Петербурге и Петергофе погибших, они, скорее всего, будут за, склоняются к мнению, что нужно захоронить их на Серафимовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге рядом с могилой моряков подводной лодки Курск, которая вот 18, 19 лет назад тоже самое погибла. я сказал уже, аппарат заполнен водой, возникает очень серьезный вопрос, почему на этой лодке оказалось аж 7 капитанов первого ранга, из них два героя Российской Федерации. Дело в том, что настолько серьезная, секретная и сложная задача ставилась, ставится перед подобным службами. Можно сравнить этих людей, ну, скажем так, с отрядом космонавтов. Дело в том, что эксплуатация подводных научно-исследовательских вот этих вот средств, она еще даже сложнее, чем работа в космосе. Дело в том, что за космическим спутником можно наблюдать хотя бы оптически, в океане можно работать только по радио и только эхолотами. И если ты теряешь это судно, то не всегда можешь восстановить с ним связь. Не всегда можно даже передать сигнал бедствия. Хорошо, что рядом оказалась вот эта подводная лодка, атомный подводный крейсер, к которому он до этого был пристыкован, Оренбург. А в условиях, значит, смотрите, лазерные средства не работают, оптические главные средства не работают. Спутник можно увидеть. Это элементарные космонавты, и не случайно там два героя Российской Федерации. Именно потому, что они фактически по своей штучности, штучному характеру своей деятельности, по квалификации, которую они имеют, а там очень высокая нужна квалификация, по степени секретности они, естественно, могут быть приравнены даже к космонавтам, скорее всего, имеют подобного рода даже оклады, льготы и все остальное. Большинство из них все, вернее, два героя России, все остальные имеют государственные награды не ниже Ордена Мужества или Ордена за военные заслуги. Это достаточно высокие награды. Это, скажем так, с точки зрения фонда, кадрового фонда вооруженных сил, флота, в частности, это потери для Российской Федерации очень серьезные. Очень серьезные. Вот такая вот информация, которую за два дня, может быть, я что-то упустил, про историю этой лодки могу рассказать. Она тоже достаточно... Саша, я прошу прощения. Про историю лодки мы расскажем чуть позднее. Сейчас, дорогие друзья, давайте мы с вами прервемся на короткую рекламу, после которой, во-первых, Саша расскажет про историю этой лодки, во-вторых, у меня есть вопрос по поводу того, что почему же не выполнялась инструкция РБЖ, руководство по борьбе с живучесть, и как же вы сможете задать свои вопросы, дорогие друзья. Итак, рекламная пауза. Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем программу Юрия Гимельфарба «Свободное мнение», и в этом сегменте, как вы уже знаете, Юрий и его гость Александр Глушенко любезно согласились ответить на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, набирайте наш номер телефона в студии 847-400-5200, будем общаться. Ну, а пока, господа, прошу вас, давайте продолжим. Саш, у меня такой вопрос, есть же такая инструкция на подводном флоте, называется РБЖ, руководство по борьбе с живучесть, ты сказал, что были затоплены отсеки, то есть, больше одного отсека, почему эта инструкция была не выполнена, сейчас есть какая-то информация на отсчет? нет, нет, я просто вот, есть РБЖ, там, в какой последовательности, какие надевать дыхательные аппараты, как все это закрывать, задраивать и так далее, но дело в том, что взрыв произошел, взрыв это, ну, упрощенно для людей, чтобы поняли, можно сказать, это быстрое горение, да, супербыстрое горение, взрыв, кто-то мог потерять сознание, главный элемент РБЖ, выполнен был, дверь, ну, или, грубо говоря, люк, в вот этот вот отсек, где произошел взрыв, он закрыт был, в него вытолкнули человека, гражданского, который не умел действовать, и начали бороться с огнем, но огонь распространялся настолько быстро, что выполнить в полном объеме не смогли они этого, затопление произошло, прогорели в этом командном отсеке на центральном посту, прогорели сальники и прокладки, ну, допустим, мы можем допустить, что, например, перископ выходит наверх, правильно? Там стоит резиновая шайба, да, или там какая-нибудь эбонитовая, или там, ну, вообще из полимерного материала какая-то шайба, мы можем допустить, что оттуда поднимается и выходит какая-то антенна, да, какой-то там патрубок, шланг, еще что-то, все, что связывает лодку с внешним миром, ну, грубо говоря, с океанической вселенной. Так вот, от высокой температуры они расплавились, сгорели, вода начала поступать вот в этот вот взорвавшийся отсек, а уже водолазы, когда спустились туда, ведь непосредственный вход на центральный пост идет из другого отсека, то есть не сразу можно спуститься в этот затопленный отсек, и когда открыли люк из соседнего отсека, естественно, вода перешла в несколько других отсек. то есть, ну, как сообщающийся суд, я уже, в принципе, сказал об этом. Вот. Что, про историю лодки пару слов. Обязательно. Саш, насколько мне известно, это лодка проекта 1988 года. До 2000 года, или до 1998, этот проект был заморожен за отсутствие финансирования. и создана была в 2003 году. В 2003 году была создана, то есть, в принципе, если брать общее состояние военно-морского флота, достаточно свежие, ну, средства разведывательные, достаточно свежие, потому что после 2003 года, или там, в нулевые годы, или даже вот в десятые годы, боевой состав флота пополняется очень и очень медленно. В 2012 году она прошла ремонт. То есть, вот, в третьем году ее спустили на воду. В 2012 году прошла ремонт, то есть, по истечении 10 лет. Видимо, где-нибудь в 2022 году предназначался и следующий ремонт. Вот. Про экипаж. Про экипаж я, в принципе, о составе его сказал, о численности. Ну, и воинская часть, кстати, очень тоже интересная. Воинская часть номер 45707. Обратите внимание, эти вот офицеры морские работают на своих разведывательных средствах или научно-исследовательских средствах, как нам говорят. Работают вахтовым методом. То есть, живут в Питере. Воинская часть стоит в Петергофе. Ну, это практически ряда в этом. Петергоф, пригород Питера. Реально. На территории 70-го института 12-го главного управления Министерства обороны. Хотя у них есть свое главное управление Министерства обороны по глубоководным исследованиям. Так вот, эту воинскую часть небольшую разместили на территории другой воинской части, чтобы никто вообще не понял о существовании этой воинской части. Вот в чем, понимаешь, в чем такая вот конспирологическая конспирологический момент или там, скажем так, засекречивание. То есть, все знают, что в Петергофе есть научно-исследовательский институт 12-го ГУМО, а 12-й ГУМО это который занимается снабжением войск средствами ядерного нападения. То есть, фактически, ну, закупает, разрабатывает, хранит, даже хранит на складах ядерные боеголовки, ядерные авиабомбы, ядерные фугасы и так далее. Вот им дали там небольшой кусок территории, сегодня об этом тоже самое я от известного достаточно эксперта слушал подробности. Эту часть разместили там, она небольшая, в ней только офицеры, никакого срочного состава, никаких там юных контрактников. Они приезжают туда из командировки, проходят там дополнительное обучение, изучают руководящие документы, обновляют знания матчасти в течение какого-то времени, потом опять вылетают в Североморск и оттуда уже на этой лодочке идут плавания. Плюс к этому, что эта часть обслуживает не только Северный флот, но еще и Балтийский. Точно такая же часть, скорее всего, никто об этом не говорит, находится скорее всего на Тихоокеанском флоте, наверное, в Каспийской флотилии, ну и обязательно на Черном море, потому что напряженность политическая в районе Черного моря сейчас более серьезная, чем на Севере, скажем так, благодаря нашей мудрой внешней политике. Вот. Вот, пожалуй, то, что касается истории. Да, еще очень такой, скажем, не совсем, на мой взгляд, морально-нравственный момент, это то, что до сих пор официально фамилии всех офицеров не опубликованы. И, конечно, может быть, это тоже вопрос секретности, но вопрос увековечивания памяти, чтобы страна знала своих героев, там назвали, по-моему, три или четыре фамилии, все, больше никого не назвали. Назвали тех, кто был в шмуху. Саша, такой вопрос, уже более общий. Вот, если раньше мы могли говорить, что у нас периодичность катастроф раз в месяц, потом мы плавно перешли к периодичности раз в неделю. Сейчас уже, прости меня, но можно говорить уже о том, что у нас ежедневные катастрофы, ну вот, Иркутск, это совершенно дикое наводнение, вот теперь вот эта ситуация в Североморске. Саша, мне кажется ли тебе, что у нас в стране уже какой-то устойчивый развал инфраструктуры? Ну да, про каждую конкретную катастрофу можно говорить. Ну да, случайность. Ну да, звезды не так сошлись. Но ты меня извини. Это чуть ли не каждый день у нас такой получается. Что это такое? Давай зайдем немножко с другой стороны. Я вот как человек, который долго и много участвовал в боевых действиях, порядка 10 лет, а вообще всю свою жизнь связался с военной службой, тоже наблюдал за этим, когда приходилось и людей спасать, и защищать каким-то образом. Заходим с другой стороны. Любая чрезвычайная ситуация это чей-то подвиг, так? Ну это чей-то подвиг. Кто-то совершает героический поступок, кого-то спасает, кого-то защищает, спасает имущество, и так далее. Это подвиг. Но когда всматриваешься, исходя из опыта, и анализируя само событие, которое произошло, начинаешь понимать, что чей-то подвиг, это чье-то преступление. Это обязательно чье-то преступление. Чтобы совершить подвиг, нужно сначала совершить, другой человек должен совершить преступление. Точно так же, как на сегодняшний день в Иркутске, с этой дамбой, которая, сказали, никогда ее не размоет, эту дамбу. Ее размыло, и смыло практически город, Тулун, вот это вот. Юрий Александр, я прошу прощения, если позволите, я бы принял звонок. Давайте. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. Вопрос к вам. Значит, вы знаете, я каждый раз, когда слышу аварий какой-то на атомной подводной лодке в России, ну, просто я не знаю, что сказать. Вы знаете, в Америке, я уверен, что вы знаете, вы слыхали это имя «Хайем Рековер». Это мальчиком, который приехал из России, потом стал адмиралом, служил больше 60 лет в «Нуклеер Сабмаринс», и который был признан, если вы напечатаете на гугле, отец атомной, американской атомной подводной лодки, это будет «Хайем Рековер». Зеро случаев с 51-го года на американских подводных лодках. Он действительно был очень такой, очень строгий, экстремный, строгий человек, он был ко всему же инженер, ко всему же еще военный. Как так может получиться, что здесь никогда вы не слышите никаких аварий? Неужели настолько такая колоссальная разница? Может что-то поучиться в России, что сделано в Америке? Спасибо, Алик, спасибо. Прошу вас, господа. Ну, я единственное, что хочу уточнить, это не совсем так. В период с 61-го по 91-й год на в Соединенных Штатах было две аварии, ну, по крайней мере, которые известны, на АПЛ, на атомных подводных лодках. Но наш радиослушатель прав в другом. Он прав в том, что действительно количество аварий на атомных подводных лодках, вообще вот в подводном флоте Российской Федерации, это действительно, я согласен с вами в том, что оно уже реально, ну, на самом деле, зашкаливает. Это действительно так. И вот здесь, Саша, вот вопрос такой, а это система или это все-таки цепь случайностей? Это очень серьезный, причем вопрос многоплановый. Давай начнем с того, что ценность человеческой жизни почему-то традиционно в России очень низкая. Вот те решения, которые принимаются большим начальством, вот так тяп-ляп, можно сказать, на авось, или как в советское время, знаешь, там, к 7 ноября там, выполнить годовой план, да, неважно какими средствами, или там, ну, то есть, ну, посмотри, это отношение к ценности человеческой жизни. А это в любом случае снижает, соответственно, уровень безопасности, уровень охраны труда, техники безопасности, отношение к инфраструктуре. вот, ну, давай, да, вот по подводному флоту. Курск, там, за сотню человек погибло. Лодка Нерпа, там, порядка 20 человек сгорело в ней, это, по-моему, на Дальнем Востоке было. Сейчас вот это вот подводная научно-исследовательская станция, возьми, что в авиации точно так же творится. Творил, авиация. Причем тут дело ведь не только в Нерпе, но вот давай, пожалуйста, ради Бога, 1961 год, даже Голливуд выпустил фильм К-19, погибли 8 человек, а в 72-м году, это мало кто знает, на этой же лодке пожар привел гибели 30-ти человек, 67-й год, авария на АПЛК-К-3, Ленинский комсомол в Норвежском море, 39-ть человек, 68-й год, авария на АПЛК-27, 9 человек погибло, 70-й год, АПЛК-8, 52 человека погибло, 73-й год, АПЛК-56, погибло 20-й человек, 80-й год, К-122, 14 человек, 83-й год, К-429, 16 человек, 89-й год, ну это знаменитая авария подводной лодки Комсомолец на Норвежском море, 42 человека погибло, это вот и только после этого АПЛК-118, Курск, 118 человек, и ноябрь 8-го года, АПЛНерпа, 20 человек, ребят, вот я согласен с нашим радиослушателем, да что это такое? Прошу прощения, у нас есть еще один радиослушатель на линии, если позволите, господа. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, да просто хочется вашему гостю заметить, каких ценностей жизни в России можно говорить, если такое случилось, если возьмете вчерашнее центральное телевидение, все каналы. Украина, 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 пропаганда, фашисты, бандеровцы, а про это ничего. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. Я работал как раз тогда в Ведяево, ну, в смысле, в Ведяево мое управление делало вот эти самые драй-токи для атомных подводных воздух. Это моя специальная такая, мосты, тоннели и прочее неприятное. Я помню, я могу ответить этому товарищу, у России можно научиться только разгильдяйству. И разгильдяйства там было огромное приогромное количество. Могу рассказать вам такое, это из того же самого. Во время одного из взрывов, взрывных работ, во время одной из работ, камень где-то размером кирпич совершил перелет где-то порядка двух километров и надо было ему влететь в кабинет командующего и брякнуться ему на стол. Кроме того, что это эксцидент весьма-весьма важный, так сказать, с точки зрения производства работ. Но нас всех за этот эксцидент выстирали по полной. Нас обвинили в покушении на жизнь командующего. А причина была там самая, я не буду ее разбирать. Так что разгильдяйство в России это норма и им важно, чтобы, как мне рассказывали и объясняли, чтобы, когда винтики закручивают, чтобы шлицы были на одной линии. А что там внутри, вы смотрели фильм про Чернобыль, вы прекрасно знаете, чем это заканчивается. Я могу рассказать о разгильдяйстве в мост метростроя, когда его затопило, об этом нигде, никогда не писали, когда строили станцию марксистская. У нас в стволе вода поднялась на 80 метров, хоть в одной газете об этом где-то было написано. Нет. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Парфоментируешь? Ну, что, комментируешь? Вот вы упомянули разгильдяйство. Вот, смотрите, разгильдяйство, помноженное на отсутствие низкую цену человеческой жизни, исторически так сложилось, что вот такая традиция русская, то сталинские репрессии, то война, в которой погибло 40 миллионов, насколько сейчас становится известным уже, да, последние данные, низкая ценность человеческой жизни. Какие-то вот эти современные непонятные войны, Афганистан, Чечня, вот эта Украина. Второе, второй пункт, это низкая ценность человеческой жизни. И третий пункт, уже совершенно современный, это то, что то, что было создано, может быть, в условиях разгильдяйства, может быть, в условиях низкой цены человеческой жизни это все уже проржавело, это все уже сгнило, и оно все начинает сыпаться. Просто элементарный технический коллапс в инфраструктуре наступает. Возьмите мосты, возьмите дороги, возьмите наводнения, возьмите дамбы, возьмите падающий Ту-154 30-летний, 40-летний стажем полетов в Сочи, тут Ан-26 в Сирии, когда на одном за сотню людей погибает, на другом 20 или 30 с лишним офицеров и генералов погибает, разгильдяйство, низкая цена человеческой жизни, помноженное на техническую, уже наступившую техническую отсталость. Вот так. Саш, но, минуточку, я согласен с тобой полностью, что идет инфраструктурный развал, старое сгнило, но вот тебе простой пример, сухой суперджет, вроде бы новый самолет, вот тебе, пожалуйста, трагедия в Шереметьево, вот, это же новое, вроде бы, вот это вот атомная глубоководная станция, АГС Лошарик, 2003 год, вроде бы свежий, вот тебе опять, пожалуйста, так это же уже, получается, нельзя списать на развал инфраструктуры. А вот тут, пожалуйста, разгильдяйство и низкая цена человеческой жизни. А насчет суперджет 100 мы с тобой разбирали этот вопрос, вот, если кто из наших радиослушателей готов посмотреть на Нью Рашворд, этот ролик понедельничный, по-моему, там речь о чем идет, что авиакомпания Аэрофлот является государственной и производитель самолетов Ростех, то есть Росавиация, входящая в состав Ростеха, является госкорпорацией и хочешь не хочешь государство перекладывает деньги из одного кармана в другой. Просто президент или премьер-министр говорит, так, Ростех, произвести 100 самолетов, потому что от вас какая-то экономическая отдача должна идти, Аэрофлот, купить 100 самолетов, вот вам деньги на это, и Аэрофлот покупает у Ростеха эти самолеты, потому что нет элементарной экономической конкуренции между производителями, между эксплуатантами и так далее. То есть просто государство, как в советское время, командует передачей материальных, товарных ценностей из одного кармана, грубо говоря, своего, в другой свой карман, потому что обе фирмы государственные. Ничего не изменилось. Получается так, а она еще при этом львиная доля этих денег уходит на различного рода откаты, да, заносы и всего, то, что в результате должен получить в свой карман чиновник, чтобы потом, когда все это рухнет, уехать и использовать свою подушку безопасности на Лазурном берегу или в Калифорнии. Вот так вот. Да, вот ты прямо с языка снял, то есть по сути дела здесь еще одна компонента вот всего этого развала, это совершенно чудовищная коррупция. То есть мы получаем, что чиновники озабочены в первую очередь тем, чтобы обогатиться и набить свои карманы. Из-за этого страдает качество, потому что им выделяют деньги, они с одной стороны завышают смету, а с другой стороны они уменьшают затраты. Вот простой вам пример. Вот сейчас уже вся Россия ржет над тем, что тем компаниям, которые строили так называемый Крымский мост, где подрядчиками были господа Ротенберги, им не заплатили за работу. Браво! Ну и что дальше говорить на эпизуне? 15 компаний разорились. А возьми наши падающие космические корабли, там Россия сейчас имеет самую крупную группировку космических кораблей на дне Тихого океана. Возьми миллиарды, которые до сих пор идут уголовные дела, до сих пор разборки с этим космодромом Восточный. Там же дикое воровство, там вообще это ужас какой-то. Там строили этот космодром, и в результате уже сейчас под следствием находится все руководство этого строительства. Этого космодрома тоже. Просто идет элементарное разворовывание. Но я хочу здесь дополнить, вот отвечая на вопрос нашего радиослушателя, я хочу дополнить одной важной ремаркой. Пусть никого не вводит в заблуждение тот факт, что идут уголовные дела. Идут уголовные дела против шестерок. Вот я прошу простить меня за грубое выражение, но так оно и есть. Это же реальные шестерки оказываются под следствием просто для того, чтобы той оставшейся разумной части российского общества бросить, если угодно, кость. Ну нате, смотрите, мы возбуждаем уголовные дела, но система, вот поймите, дорогие друзья, сама коррупционная система, она никуда не делается. Абсолютно никуда. Она существует. И подтверждением этого десятки, я не оговорился, именно десятки вот таких, если угодно, горячих точек на территории нашей страны. Это ИШИС, где устроили вот под Архангельском эту мусорную свалку для московского мусора, извините за татологию, это Ингушетия, где 80% безработица, это и Екатеринбург, где в центре города РПЦ решила отхватить кусочек для строительства храма в центре города, уничтожая сквер, это Иркутск, где люди, я напомню вам, дорогие друзья, один маленький факт, люди узнали о наступающем паводку не от того, что загудили сирены, не от того, что в их дома стучались добрые спасатели, а потому, что они шум на улице услышали, в некоторых поселках, там вообще анекдота доходила, они увидели в окно, что там гробы плывут по реке, кладбища размыло, вот о чем идет речь, вот это и есть самое страшное. Саш, но у нас осталось меньше минуты до окончания эфира, Саш, огромное тебе спасибо за интереснейшую беседу, за ценнейшую информацию, Анатолий, я благодарю вас за помощь в проведении эфира, дорогие радиослушатели, я выражаю вам огромную благодарность за ваши замечательные вопросы, но как всегда, я напоминаю, выводы делать только вам, до встречи, спасибо, спасибо, господа, будьте здоровы, это в ютубе, обязательно, обязательно, спасибо вам всем огромное, будьте здоровы.